Шамати, статья 137. Целовхат собирал хворост. Целовхат собирал хворост, ветки деревьев, бемидбар, и объясняет Зор, что измерял он, какое дерево больше, древо жизни или древо познания. Праведник называется древом жизни, в котором все на отдачу, и здесь не за что зацепиться нечистым желанием. Но совершенство заключено в древе познания, которое означает распространение света мудрости, хохма, вниз, в чем состоит цель насладить творения, и запрещено измерять их. И нужно, чтобы превратились они в один посох в руке твоей. Выходит, что одно без другого несовершенно. Мардегай же относился к древу жизни и не желал притягивать никакого света вниз, ведь ни в чем не ощущал недостатка. И потому необходимо было возвысить Амана, чтобы притянул он свет вниз. А когда проявится желание Амана, тогда Мардегай примет этот свет, свои свойства, получая его ради отдачи. И отсюда понятно, почему после того, как Мардегай оказал услугу царю и спас его от смерти, возвысил царь Амана, его ненавистника, как сказали мудрецы, что поступали по желанию каждого. Это значит, по воле Мардегая и Амана, которые были ненавистны друг другу. Продолжение следует...